Очередной чиновник отличился тем, что плюнул россиянам в лицо некто Артемонов, временно исполняющий обязанности губернатора Липецкой области. Для тех, кто пропустил, рассказываю, всем остальным напоминаю. Намедний чиновник встречался со студентами из города Ельца и как брякнул, отвечая на вопрос одного из присутствующих. Если вас не устраивают цены, то вы мало зарабатываете, а не цены высокие. Слушайте, вот я обожаю всех этих бездельников, которые ничего полезного в своей жизни не сделали, но над нами они очень любят потешаться. Ну давайте поглядим, где же этот мужчина надрывался-то до того, как стать слугой народа. Наверное, на каком-нибудь вредном производстве. Или бизнес, может быть, какой-то с нуля создал и вывел тот бизнес в лидеры отрасли. Нет, он в государственном Сбербанке со студенческой скамьи и штаны просиживал, закончил Плехановский институт, затем Академию народного хозяйства при правительстве РФ и в Сбер, где к 2013-му дорос до должности вице-президента. А зарплаты какие получал, именно получал, на этом, внимание ваше акцентирую, к примеру, в прошлом году 130 лямов чел заколымел. А за что им там такие деньжищи платят, я вот никогда не понимал. Сбербанк этот создали еще советские люди на народные деньги. Самая обширная сеть филиалов тоже в СССР у данного банка появилась. В чем заслуга вот этих вот Тартамоновых-то? В том, что они нарисовались однажды, прихватизировали успешное госпредприятие все, и теперь распоряжаются этим предприятием как своим собственным, выписывая себе зарплаты от 100 миллионов и выше. Кстати, Путин много раз обещал пересмотреть итоги прихватизации 90-х. Когда он этим заняться-то уже собирается. Начинаем! Еще одни прихватизаторы ОАО «РЖД». Там история примерно такая же, как со Сбербанком. Начали строить те железные дороги в Российской империи, затем советский народ их достраивал, а в 90-е появились какие-то красавцы, присвоили себе все это дело, акционировали они те дороги, ага, и рубят теперь бабло, став монополистами, и ладно бы только саму железку отжали, ребята-то. Так ведь нет. Насоздавали кучу транспортных карманных фирм, которые записали на друзей, знакомых, родственников, и зарабатывают денежку еще и на этом. А нам говорят, вы, мол, работать не умеете просто, слушайте, здорово, а? Ну, правда здорово. А что бы мне, например, так не поступить? Не пойти и не воткнуть, скажем, шлагбауму входа на Красную площадь и стричь купон из туристов? Чем я-то хуже? Второй момент. Господа, раз уж вы прихватили советские активы, вы бы хоть развитием этих предприятий занимались, вкладывали часть денег, которые качаете из данных структур, в модернизацию. Не приходила вам такая светлая мысль в голову? Услугами РЖД я, например, уже много лет не пользуюсь, потому что мне претит ездить в этих сараях с табуреточным уровнем комфорта. За 30 лет они два Сапсана запустили. Вот это молодцы! В стране, которая на 11 часовых поясов растянута, охренеть какое достижение. Если бы наши предки такими темпами развивали транспортную инфраструктуру, мы бы до сих пор на телегах ездили, хотя нет, что-то они там развивают все-таки. Все эти на днях появились картинки будущих пассажирских вагонов нового поколения. Значит, изменились полностью конструкции полок. Они стали немного шире, немного длиннее, как по стороне купе, так и по стороне боковой. Изменились столики, изменились багажные полки, изменились, как видите, перегородки, которые теперь выполняют роль тех ступенек, по которым пользовались люди для глаза на верхней полке. Появились такие вот замечательные шторы. Пока это даже не вагон-макет, но для того, чтобы похвастаться очередным прорывом по ящику, хватит и макета. Достижение уже хотя бы в том, что нам не просто какие-то картинки из Рунета показывают, и не мультики, а что-то, что можно потрогать, я о другом хотел сказать. 21-й век на дворе, ребят, 2018 год заканчивается, а в руководстве РЖД только заговорили, пора бы осовременить подвижной состав. Чтобы вы были в курсе, первый поезд в истории человечества запустили в 1825 году. Впрочем, вставание с колен по-российски, это дело долгое и трудное, это ведь буржуины проклятые в Европах загнивают, а у нас стабильность. Решили поехать поездом из Будапешта в Прагу. Взяли самый дешевый. Два билета с россимов. Вот нижняя полка, верхняя полка, кондиционер, регулятор температуры, туалет. Это самый дешевый номер. Тапочки, трудая, щетка, мыло, набор. Второй номер. Тоже мушные палочки. Раковина. Раковина двигаем в сторону. И у нас здесь душ. А вот, кстати, и про стабильность новость подоспела. Ространснадзор проинспектировал российские железные дороги и пришли там к неутешительному выводу. Инфраструктура РЖД изношена практически на 50%. Если 10 лет назад в срочном ремонте нуждались порядка 15 тысяч километров полотна, сегодня в неудовлетворительном состоянии прибывают уже почти 25 тысяч километров железки. И я так подозреваю, цифры это весьма условные. Ну, невозможно же в каждой деревне проверить тупики. А я, например, знаю случаи, когда рельсы просто разбирались и сдавались в металлолом от хорошей жизни. Разумеется, люди этим занимаются. Так что про телеги-то я там выше говорил. А может и придется на них пересесть. Это реальная журналистика, как всегда, о прекрасном. Сегодня поехали. Что ни день, то праздник. Новый скачок цен нас ожидает на продукты питания. Только-только о налоге на газировку и сладости поговорили. Правительство снова подсиропило. В Минздраве поддержали идею обведения акциза на колбасу, сосиски и бекон. Если данное решение будет принято, цены на мясопродукты увеличатся в среднем на 30%. Подорожает и само мясо. Ну а за ними все остальное начнет подтягиваться. А как думаете, какой могла быть причина для такой инициативы чиновников из здравоохранения? Рак эти продукты могут вызывать, сообщили в ведомстве. Я балдю, дорогая редакция. Всю жизнь мы ели эту колбасу. Для социально незащищенных слоев населения недорогие сосиски едва ли не единственной возможностью были потреблять в пищу белок. Сейчас и это у людей хотят забрать. Чтобы вообще на пустых макаронах и крупах народ сидел как в 90-е. Когда полстраны по помойкам рылась, другие тухлятину всякую на рынках дешевую по дешевке скупали. Поздравляю, дорогие соотечественники. Мы довставались с колен настолько, что очень скоро те славные времена могут вернуться. Давайте я вас просто за шкуру возьму и повезу в точки, где мы открываем магазинчики, торгующие сахаром мешками, мукой мешками, 50-килограммовыми. И это просто в лед идут эти магазинчики. Это магазинчики такие, коношоп, как это любят говорить, за рубежом. Вот в какой-то зарубежной стране торгуют мешками макаронами. Итого, что мы имеем в сухом остатке. Цены на топливо выросли и будут расти еще. А это значит, что вырастут транспортные расходы, куда их девать правильно, в стоимость товаров. Тарифы ЖКХ увеличиваются соответственно. Это приведет к удорожанию любых производств. К удорожанию содержания тех же магазинов, складов. НДС подняли на 11%, не забываем. Туда же, в товар, в товар все это. То есть, ценники в торговле с 1 января и без того изменятся в неприятную для нас сторону. Но нашим чинушам этого мало. А давайте еще акцизы придумаем на самые популярные продукты. Я так подозреваю, на этом все не закончится. Остались ведь неохваченными молочка, мука, яйца, консервы. В конце концов, тут бы я вообще двойное. А то и тройное налогообложение предложил ввести. Ну и газовые камеры, может заодно уже начать строить. Ну и под занавес ложку дегтя предлагаю добавить во всю эту бочку меда. Я про данную программу еще немного стремного и жизнезагнивающего запада. Экс-мэр Нью-Йорка, медиамагнат Майкл Блумберг, пожертвовал университету Джона Хопкинса, в котором когда-то учился, 1 миллиард 800 миллионов долларов и призвал состоятельных выпускников последовать его примеру. Я хочу, сказал Блумберг, чтобы эти деньги были потрачены на обучение тех талантливых ребят, которые не в состоянии оплатить это самое обучение. Пусть у них будут те же возможности, что были когда-то у меня. Вот бестолковые, согласитесь, да? Нет, чтобы виллу 50-ю себе купить или 128-ю яхту. Он на каких-то талантливых студентов бабло жертвует. Вот поэтому они там и загнивают. А у нас в Сибири газ. Все. Это была реальная журналистика. Дальше сами все знаете. Подписывайтесь, друзья в соцсетях, добавляйте с темы, предлагайте. Поднимем и обсудим. А я за всем спешу откланяться. Пока. Пока. А им почему-то не нравится, когда на их офис нападают. Странно. Когда они на кого-то налетают, всем же должно нравиться. Марат, иди выйди оттуда. Чего тут дышишь этим? Вот. Все видите. Вот ранение от пистолета. На цели направленные стреляли в шефа. Мы заявляем. В ФСБ открытое обращение. Кто-то здесь в России против того, чтобы поддерживали Путина. И это уже перестает быть. Просто шутками.